Проект реконструкции улицы Кедровая, который был рассчитан на 4 года, вступил в свою завершающую стадию. Реконструкция этой автомагистрали от Мачищенского шоссе до городской черты протяженностью более 2,5 километров велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». На прошедшей неделе в рамках выездного совещания ход работ на объекте оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В рамках первого этапа масштабной реконструкции с июля 2019 по ноябрь 2020 года, работая на Кедровой, выполняла компания «Союз Дорстрой». Акционерное общество «Наусибирск Автодор» приступило к решению своих задач осенью 2020-го. Общая протяженность участка у нас 1980 метров. В 2021 году выполнены работы на 143 миллиона рублей. В будущем году осталось заезжать работы и 187 миллионов рублей. Кедрово – очень важный для города дорожный объект. Это один из выездов из Новосибирска. Это реконструкция, это не просто капитальный ремонт. Здесь расширение трассы из двух полосок в четырех полоску. Приведение в порядок коммуникаций подземных проходили неоднократно, сталкивались. В том числе оформление ливневой канализации. Проект был рассчитан на два с половиной года. Во время масштабной реконструкции на Кедровой у подрядчика возникли неожиданные проблемы. Они были связаны с коммуникациями, состояние которых не соответствовало проекту. Ранее было проектом заложено только ремонт коммуникации, выходные, по сути дела, оголовки условно. А сейчас, получается, мы под делом автомобильной дороги переложили в новые трубы. В связи с тем, что трубу надо полностью заменить, разработали технические решения. И в середине июня мы их утвердили в работу. Тяжелая логистика. В настоящее время везли водопропускную трубу аж из Твери. В связи с тем, что Новосибирск Автодор должен был выполнить дополнительный объем работ, были скорректированы и их сроки. Тем не менее, сейчас покрытие нижнего слоя дороги готово практически на 100%. Укладку верхнего слоя асфальта планируется совершить до 25 октября. Ну, а дальше уже вести работы, связанные с освещением, с электрооборудованием, с ограждением. Ну, то, что не требует положительных температур. В течение недели Новосибирск Автодор предполагает наладить и освещение. Это позволит работать на объекте круглосуточно. По большому счету, в периметре октября мы закончим полностью весь этот объект, за исключением пешеходного ограждения. И плюс у нас здесь разделительная полоса из железобетонной конструкции, которая позволит снизить аварийность на данном участке. И в связи с новыми объемами, которые изначально к контрактам и проектам не были учтены, мы объект уже документально и физически полностью стадим 15 ноября. Отдельная задача, которая стоит уже перед заказчиком – масштабная реконструкция управлением дорожного строительства мэрии Новосибирска. Это независимый строительный контроль. Строительный контроль здесь осуществляется постоянно, как силами заказчика, так и силами независимых экспертов. Это же объект реконструкции, поэтому здесь гарантия распространяется и на нижележащие слои, на земляное полотно. Гарантия 8 лет составляет, а покрытие 5. Основная цель – завершить в 2022 году работы на 63 объектах, которые ремонтируются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и профильных муниципальных программ. На сегодняшнее утро 45 объектов уже физически выполнены. На 63, то есть мы заканчиваем заключительный стадий. Собственно говоря, и здесь тоже уже осталось немного. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова